всем привет наконец-то добавляй добрались у меня руки чтобы сделать шайбочки из пасты здесь паста кармин и сюда я добавила помните счищала шайб длину верхний слой до чтоб видите рисунок я сюда высыпала все крошки здесь у нас кармин южный берег сюда добавлю же мытью же подсох южный берег 1 и он даровская чуть-чуть тоже ее сюда добавлю ну и также естественно будет ассорти мука мела вот сейчас начнем все это превращать тесто так сказать из которого можно будет лепить наверно буду делать просто шайбочки без всяких фантазий вот и поговорим расскажу немного о себе так как очень много сдавают задают вопросов а не расскажите где живете сколько вам лет и так далее поэтому добро пожаловать на лепку и ответ вопрос точнее просто будут ответы на ваши вопросы еще раз всем привет пока дождалась чтобы все пошли на пляж чтобы у меня была полная тишина но я забыла что у меня стиральная машинка поэтому немножко будет шумно и так как я ранее сказала у нас сегодня что-то будет лепиться я думаю что это будет просто шайбы это у нас паста кармин которую мы процеживали ранее сюда я добавила крошки с скажите мне скажу чисел а когда готовые шайбы мне спрашивали куда вы крошку денег и вот стояю добавила густая дальше у нас здесь южный берег единичка блин который я добываю иногда тоже подсохла тут раз мука мела ранее мы сами ее делали и вот здесь паста с эфира осталась это он дура я уже естественно блеск вам поэтому сейчас себе сделала не сама мастер поэтому сейчас я руки буду свои прятать в перчатке потому что жалко маникюр вот где-то я выписывал вопросы на листочек но я их потеряла листочек не знаю куда делать постараюсь ответить на те вопросы которые я помню ну точнее расскажу о себе очень часто меня спрашивать спрашивают по эфира хани расскажите о себе чтоб вас узнать поближе но мне очень это приятно когда люди интересуются мной как как простым смертным человеком да не только для хруста приходит но и пообщаться так я надеюсь это не сильно будет шуметь постараюсь дать внятно и достаточно чтоб вам было слышно и понятно так это немножко в сторону убираем мел будем самом конце добавлять сейчас нам нужно добавить до нужный берег южный берег единичка добывается лично мною на побережье черного моря она не столеная она сливочная уже загустела достаточно вот такая вот красота что я в этой киске сначала тот добавить ее наши как сказать тесто южный берег я добываю очень редко когда есть время потому что во первых она находится далеко сейчас добыча невегка как бы нет его времени потому что все упирается во время и работаем сезон когда у меня есть уже берег да можно его приобрести но это мое хобби я так там не занимаюсь продажами почему ну может наверно было заняться но это очень большой продукт во первых очень много времени отнимает общение с людьми тем более если хочешь хорошо собрать продукт в кавычках не забываем что меня длину ой длины это не ой то что ж такое то это не еда то есть мы все должны быть с головой и понимать что все это конечно бедная привычка вкусовое такое вот наше предпочтение которое многие не понимают да и наверное не поймут но опять же как говорится не судим не будешь это андоровская глина схожи с некоторыми глинами я уже ранее рассказывала более сливочным более помягче что ли вот если напоминаю с чародейкой то у чародейки сильно терпкость у анонима такой терпкости нету но нет сливочности а вот у удара у нее есть в анонима чуть-чуть сливочность есть вообще проскакивает а он есть сливочность немного терпкости она более как бы нежная вот такая красота это все перемешивать мне нравится процесс ковырянили лепки муж говорит зая и так и не печешь как с глинами водишься возможно когда-нибудь скором времени у нас будет дом как скором времени настолько участок заливать фундамент а все конечно же у нас подорожало цены выросли вот конечно быстро это все не построить с позитивом позитивом так сказать ничего как говорится глаза боятся руки делают вот думаем будем потихоньку что-то делать и так всем привет меня зовут аня я живу на данный момент поселке витязево это курортный поселок находится на побережье черного моря рядом ближайший город это анапа потом новороссийск затем перенжик ну и самая дальняя это сочи сочи от нас 8 часов езды есть в другую сторону то другую тормозит а вот у нас вода венщинка ахитоосика крыма так находится 90 километров вот в этом году в сентябре 10 числа мне исполнится уже 36 лет или почему уже чем уже уже так грустно сказала мама на все 36 так 36 чё это я себя не чувствую на 36 вот не исполнится 36 родилась я в городе краснодаре это три часа езды от анапы в семье нас двое я и мой старший брат разница на 2 года мама у меня повар брат у меня шеф-повар но вы так поняли да я единственная которая просто ландшафтный дизайн по профессии но я не работаю я работала начать не работаю вот что замуж я вышла мне было 22 года мужа было 23 сын у нас родился через девять лет долгожданно очень долго взяли его лев сын очень похож на его отца царство ему небесно я родила день рождение своего отца что еще хотела сказать так перемешали да надо чтоб теперь добавлять сюда муку и смотреть по густоте хочу чуть-чуть чуть-чуть чтобы не переборщить раз такая ложечка видео будет длинная но это опять же для для тех кто хочет взять во мне больше да не только о том что я вот что я бы все рассказала забыла забыла вопрос все давайте перемешаем потом можете не вспомним так вот 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 так такое бывает я переборщила с водой поэтому мы используем крошку сюда дабы сделать баланс бывает такое когда делаешь делаешь и потом что-то идет не так сейчас мел немножко заберет влагу мы начнем лепить тару побольше зима потому что все умеется с миски пойду схожу куплю перчатки прошу этих перчатков неудобно будем пробовать лепить так я уже сходила магазин из только с этого раза купила перчатки удобные чуть-чуть переборщила я с водой сделала еще муку мело просто все перемешаю чтобы было удобно лепить шайб у меня будет много кстати кто спрашивал что за конфетки я постоянно говорю в эфирах вот джунка очень сильно нравится реклама так и видео будет две части наверно потому что очень много вопросов я нашла мисточек вот поэтому сделаем две части два ответов на ваши вопросы и так наше тесто готово его очень много начнем лепить обычные шайбочки и отвечать на ваши вопросы стол я подготовила вытерла еще раз скажу да шайба и делаю только для себя не продаю естественно это чисто для меня итак первый вопрос кто кто вы по вероисповеданию я христианка я родилась семье меня покрестили так сказать все верующие ну я не хожу каждого воскресенье в церковь но у меня дома стоит икона я ставлю свечи наверное быть верующим любой вере и придерживаться полностью всех правил наше время немножко тяжеловато особенно молодежи да она больше это приходит с возрастом я не говорю за всех я просто беру квотопроцент людей которые так живут то есть не ходит каждую воскресенье церковь не только по праздникам и когда вы верится время вообще его тема религия на такая знаете петельная для меня тоже не может быть неправильно подберу слова к ответу но я крещённая я верующая сын мне крещённый муж у меня крещённый и так далее вот смотрите какая прелесть получилось потом подравняем положим сушить следующий вопрос я не знаю почему этот вопрос постоянно задают правда не знаю может вы мне скажете почему я отношусь ко всем религиям с уважением то есть в какой семье я родился то так сказать ту веру и почитай да мне вот зайдут вопрос аня вы бы не хотели принять ислам не знаю почему этот вопрос может быть не знаю что я замужем за русским ну как бы не понимаю я немножечко этого правда я родилась этой вера и с той верой как бы до конца это лично мое мнение дальше тоже девушка задает мне вопрос а вот есть например ваш муж был мусульманин вы приняли бы веру ну как можно судить например у меня уже есть муж муж и вместе 15 лет я говорю я отношусь хорошо с уважением к людям с разными вероисповеданиям но немножечко эти вопросы такое пища что попахивает каким то какой то пропагандой вместе честно для меня немножечко непонятно почему не просто этот вопрос вот у каждого как бы своя голова на плечах кто-то может быть готов но я не обсуждаю это как бы выбор каждого наверно не знаю в паспорте бы не поменяла я не говорю о как-то приходит к этому люди чтобы поменять свою веру ну для меня это ну нет я не могу и не хочу не знаю даже зачем этот вопрос задавайте вот я бы даже имя свое бы не поменяла потому что она мне даже дано с рождения не знаю в паспорте бы не поменяла я не говорю а псевдонимов или как правильно говорить ну вот не да у меня это в моем нике заложено мое имя и моя фамилия анко анна кононова и второе слово это английская да это назначает юг это то что говорят что то что говорит обо мне что я живу на юге ну а чтобы так пойти поменять имя в паспорте ну как бы нет я не говоря уже о вере то есть я с этим родилась именем с этим именем с этим именем и должна как это у меня мама назвала меня мама хотела и тут я раз такая мам прости вот здесь 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 вот Продолжение следует...